Субтитры делал DimaTorzok 9 мая сегодня в зале практически никого нет, все едят шашлыки, все уже давно отдыхают, а я наконец-то пришел на спорт Я наконец-то дорвался и купил себе скейт в 34 года Твиттер заведи себе Я скоро заведу себе аккаунт в Одноклассниках и Твиттер Ты что трогаешь моего дитя? Вот так вот мы стали снова молодыми У нас в офисе происходит сейчас следующее Ксюша постоянно пожалуется на то, что она о чем-то не в курсе Все проходит мимо меня А я говорю, какие слова? Где выступления? Куда приходить? Чикатило сидит у нас работает Марина хотела купить ноутбук себе, мы ее отговорили от ноутбук, а она теперь приезжает в офис саймарком У нас в семье горе, потому что у нас... Ксюша решил забеременеть недавно Не дожидаясь моего угода, уже ищут мне замену Мы начинаем искать замену, Ксюша Работа... Работа не пыльная Все остальное плохо Не пытаетесь, можете не присылать ваши заявки Лучше меня нет никого Ксюша пытается никого еще не пустить на место своей беременности А, вы теперь двоем, зарплату тоже будешь за двоих теперь брать? А вы будете нам в два раза больше платить? А вы будете в два раза больше работать? Да А что, мы массовку можем сделать? Запомни это Ты уже на работе практически сидишь А ты что это очки сняла? Миу-миу свои Это тот пример, когда можно купить брендовые очки и так их запозорить Нет Покажи дужки Ха-ха-ха-ха-ха! Это очки Больше двуслом рублей стоят Они около тридцатки стоят, они мне нравятся Да ты псих просто, Марин За тридцатку? Ты могла бы с ноутбуком поменьше сидеть Ну что ты хотела, Ксюша? Ксюша так жаловалась, что я ее не снимаю, потому что она сегодня красивая пришла, оказывается Я не в образе, у меня пальто лучше сверху должна быть. Какой лук собралась Так, мой адевай пальто В общем, Ксюша решила забеременеть и уйти от нас. Я всех беру с собой, со мной никто не идет. Когда мы будем вывешивать объявления о поиске сотрудника, вы не переживайте, от нас не убегают люди, а просто они беременеют. Если вы хотите забеременеть, приходите к нам. А можно вам найти какого-то реального фаната, который будет бесплатно на вас похвать? Ксюша, ты не была фанатом, когда пришла? Не, ну как? Я понадеть стала, когда пришла уже. Ну так тут все фанатами становятся. Ну типа о вас увидела, я прям, я только о вас и говорила. Это сейчас меня пропустило перед уходом. Типа надо толкать какого-то от людей. А что, откройте от нас? Мы от тебя теперь не отвяжемся. Ксюша, мы от тебя теперь вообще не отвяжемся, в принципе. Он как бы говорит, мамуль, ты когда? Ну я нарешил перезагрузиться в офисе. У нас одеяло на этот случай даже есть. Да, все по-хозяйски. Марина, чтобы вы понимали, приехала в офис. Чтобы работать и в течение всего дня я работаю на нее, потому что у нее вопросов больше, чем ответов просто. Нет, ты просила мне камеру включить. Давай, рассказывай. Нет, я планировала, что нужно снова снимать со мной в выпуск. Да, я колясо для этого красиво купила. Кстати, задорого вообще. Я не понимаю этого. Четыре колеса и люлька. Что, Стас не мог сделать? Ну, от Людки, ты лёжка и звукайси. Мне кажется, я буду таким этим папой-евреем, который будет, там, «Я, ну почему у тебя коляска из коробки сделана? Из двух скейтов?» Ну, Женя решил сэкономить. Ну, все же можно сделать с мамой. Я ему коляска не сделал, ребёнок. Это как бы для вас, сколько машина была? Для меня коляска. Я всю жизнь представляла, какая у меня будет коляска. Я за первую машину кредит отдавал год. Там же ребёнок в институт пойдёт. Нет, я не по этой системе. Кто там? Кто в главной роли 17-го выпуска была? Кто в главной роли был? Кто гонорар не получил? В праздники мы приехали в офис работать. Наконец-то мы вышли на связь. Приходится работать именно сейчас. И тогда, когда все отдыхают. Это копеечка, если не ошибаюсь. Прям... Мне почему-то в этих тачках всегда стрёмно, а нет подголовников. И кажется, что сейчас резко тормознёшь, и у тебя голова отлетит назад, просто шея сломается, как функция назначения. Это мне всегда казалось, что это прям самое страшное, что может быть в машине. Где, интересно, подушки безопасности? Так приятно. Прям кто-то с большой любовью подошёл к этой машине, потому что она вся вылизанная. У неё офигенная резина вот с этими с белыми вставками прям. Очень круто выглядит. У меня, наверное, такой ещё детский интерес к этой машине, потому что у меня в детстве у дедушки был москвич жёлтого цвета. Вот примерно такой же. Я думаю, что они примерно где-то одногодки. Это такое одно из самых классных воспоминаний. Иногда в какую-то старую машину садишься, и в ней такой запах тот самый, который вот был в детстве в дедушкиной машине. Наверное, когда у меня будет много денег и много места на парковке под лишние пару автомобилей, на один из них будет обязательно вот этот вот старый москвич. Я с радостью его восстановлю, как-то тюнингую, сделаю, может быть, автоматическую коробку передач, чтобы на нём можно было просто в кайф выехать, прокатиться, вот ощутить просто вот именно вот ту самую историю. Какие классные трубы! Почему бы не сфотографировать ноги? Логика блогера. Новая рубрика. Люди думают, что мы психи, а мы всего лишь блогеры. Нас даже никогда в полицию не забирали. Рабочие, которые эти трубы сюда клали, даже не понимают, насколько они уникальны. Машина очень успешного человека. Что ешь? Такое сыпучее коричневое, наверное, пшено. Машина очень успешного человека. Это вот лицо человека, который час назад узнал пол своего будущего ребёнка и не говорит никому. У него, видите ли, муж важнее, чем мы, который должен первым узнать. Я просто исторический момент хотел заснять. Делимся с Кириллом. О том, как вообще проводят будни в деревне те, кто её не любит. Кто-то не сейчас увидел его взгляд. Это Кирилл, который так же, как и Яна, не любит деревню. Наши родственные души. Спасение в том, что он начал сажать цветы. Но я даже вот до того, что когда у меня друзья куда-то там, знаешь, кто-то летит в Стамбул, где говорит, привезите, мне оттуда находил там что на рынке продаётся, типа луковицы. А, луковицы. Там из Амстердама. Ну всё раз. Вообще крутяк. Луковицы из Амстердама. Это интересный луковицы. У нас без луковиц из Амстердама растёт. Ну что? У нас с вами сажали яблони. У нас вообще фруктовый сад там. Прям хороший. Ну, тут же большой, наверное. Лайфхак для тех, кто не любит ездить в деревню, на дачу. Приезжайте, сажайте туда цветы. Повсюду. И рыбку ловите. Не, рыбку-то мы ради этого-то ездим, но вы-то не хотите червяков дырявить. Кирилл сказал, что лучше он будет дырявить людей крючками, чем червей. Опасный ты человек на сельской местности. Либо цветы сажать, либо людей крюком дырявят. У меня ещё одно спасение. Короче, я перекрасила всю мебель. Я нашла магазин красочек. И там всякие, знаете, красивые жёлтые, красивые зелёные, красивые розовые, персиковые. В общем, я перекрасила всю. У меня там нет ни одной непокрашенной поверхности. Представляешь, ты не любишь деревню и сажаешь туда цветы, приезжаешь. Представляешь, если бы ты всё-таки пошла бы по специальности, работать стала каким-нибудь прокурором, не любила бы свою работу и сажала бы людей. Это было бы ужасней намного. Марин, тема нашей сегодняшней программы это как девушки переносят тяготы и лишения деревни. Слушай, я тебя же с собой тоже возьму нашу деревню. Как-то раз была ситуация. Ребята говорят, Марина, поехали в деревню. Буквально на пару дней. Я говорю, ну если на пару дней, то, конечно же, давайте поедем. В итоге идёт вторая неделя. Я спрашиваю, ребят, мы скоро домой-то поедем. А они на меня так смотрят. Ты что, офигела так рано уезжать? Да, вообще даже не говори нам про это. А самое ужасное, что я не могла оттуда выбраться, понимаете? Просто как на необитаемом отдыхе. Дорога только в одну сторону. Ты не можешь туда, оттуда выбраться, а я туда не могу попасть. У меня выходных нет. Ксюша мечтает деревню сбежать, а Марина из деревни. Мне так бесило, потому что мы приезжаем в деревню, а Марина такая, ну что, когда мы уже скоро поедем? Я там просто минут, лишние минуты, когда Яна не вспоминает о том, что нужно в Москву возвращаться, для меня в кайф. А Марина там постоянно напоминала про это. Я помню. У меня была работа! Ну, теперь-то нет работы, можно же теперь уехать? Нет, на самом деле я люблю деревню. Любишь? Относительно, если она недолго. Буду есть шашлык каждый день, утром и вечером, утром и вечером, утром и вечером. Дюкан. Лето в стиле дюкан. Посуда в деревне моется без удобств. Да, конечно, я единственный в деревне сделал вывод воды, между прочим, и горячей водой можно мыть. Посуда, все должны есть руками, как пещерные люди. Я поездку в деревню в стиле. Если вы видите беременную пещерного человека в деревне, это Ксюша каждый день, утром и вечером. Марина жалуется, когда я за рулем. Едем мы куда-то на дальнее расстояние, как обычно к нам в деревню или на дачу ночью. Мы обычно ездим, потому что ночью намного комфортнее мне глазам, нет никакого, ни солнца, ничего. И Марина каждые 15 минут просыпается. Жень, ты, блин, там чуть нас не укрой, ну, блин. Я спокойно сижу, еду по пустой дороге, и Марина просто этим припадки каждые 15 минут. И жалуется, еще стоит, главное че. Ощущения на заднем сиденье, не знаю, просто ужасные. Таинство селфи. Не, подожди, подожди секунду, сейчас. Ксюша, давай, для всех. Так, Ксюша, теперь для всех скажи, кто у тебя родится. Девочка! Ура! Ура! Блин, поздравляем. Поздравляем, Ксюша. Поздравляем. На днях скажи, корпоратив сделаем. Корпоратив, короче, ну ты понимаешь, на днях будет. Давай. Если страстно, болит глаза грустно. Если радостно или очень грустно. Если чувство, больше не чувство. Ну что, наконец-то я сходил на тренировку. Последние две тренировки у меня прошли совершенно ужасно. Я приезжал туда, вставал на эллипс, начинал заниматься. И понимаю, что у меня просто в голову лезут мысли о том, что я одно не доделал, второе не доделал. И сейчас я просто теряю время на тренажере. И даже понимая то, что спорт – это жизнь, это необходимо мне. У меня какая-то просто такая ненависть к тому, чем я сейчас занимаюсь. То, что я просто прожигаю время. И я буквально по 20 минут, там по 30 занимался и уходил из зала. Яна мне звонила, говорит, ну Женя, блин, ты где? Ты как вообще свалил так быстро с тренировки? Я говорю, я уже в Старбаксе, сижу с ноутбуком, работаю. У нас радостная новость. Ксюша наконец-то определилась с полом своего ребенка. Сегодня мы устраиваем такой небольшой корпоративчик, где соберутся все самые близкие люди, которые постоянно тусуются у нас в офисе. Ксюша стала членом нашей семьи. С одной стороны, радостно за тебя, что у тебя скоро будет ребенок. С другой стороны, грустно, что мы тебя потеряем на какое-то время. Придется искать тебе замену. Такова жизнь. И классно, что ты размножаешься. Я не понимаю, как называется вот этот праздник, когда сообщают пол ребенка. Некоторые почему его празднуют вообще таким странным образом? То есть, в поликлинике выдают конверт, в котором написано пол ребенка. Люди этот конверт оставляют запечатанным и передают в кондитерскую. В кондитерской пекут торт, в котором начинка будет либо какого-то одного цвета, либо другого. Ну, допустим, либо красного, либо синего. То есть, синего цвета значит мальчик, и красного цвета значит девочка. Ну, может, какой-то другой цвет. Собирается вся семья, устраивает какое-то мероприятие. И в том числе, будущая мать узнает, девочка у нее будет или мальчик. Именно в момент, когда они отрезают вот этот первый кусок торта. Мне кажется, идея очень классная, когда Яна будет в положении. Я думаю, обязательно сделаем что-то наподобие этого. Я не знаю, насколько это праздник для подарков, но мы купили небольшие презенты Ксюши. Учитывая, что пол ребенка мы теперь знаем, мы купили ей розовые какие-то штучки, сосочки там и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня 11 мая, мы наконец-то открыли самокатный сезон. Причем, совершенно недавно я купил себе лонгборд, но на самокате все равно намного быстрее. Все майские праздники, поправляясь дома, но провели их на самом деле очень круто, потому что не было давно такого, что мы просто валяемся и смотрим кино. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы летим на Каннский кинофестер, запасаемся русской едой. Это Женя, пельмешки, его завтрак. Вдруг там жрать нечего будет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Ян, садись, я записи остановлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Ремни из новой коллекции Louis Vuitton. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы наконец-то приехали в Ниццу. Это классно оказаться на фоне воды, на фоне моря. Только утром, буквально 4 часа назад, ты был в Москве, и сейчас ты уже в Ницце, на берегу. Очень обидно то, что у нас очень мало времени, и море, это, конечно, магическая штука. Очень хочется здесь просто находиться, не хочется никуда уезжать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нам вообще вот во все наши путешествия с Ниццей не ведет нормально познакомиться. То есть, когда мы приезжали в предыдущую поездку и ездили в Вердонское ущелье, то есть по каким-то окрестностям Лазурки, мы почему-то тоже не имели возможности в Ницце нормальное время провести. Мы останавливаемся в отеле Негреска. Голод, ела-пала, а ты что здесь делаешь? Ты на чем в Ницце прилетел? Так забавно, какие-то рыбаки сидят на камнях, ловят рыбу. Такая просто рутина, обычная жизнь, казалось бы. Блин, ну что сегодня, попробуем половить? Ну, давай, на камни пойдем опять. Представляете, какие разные бомжи бывают? Бывают бомж на Курском вокзале, а бывает бомж на набережной Ницце, который сидит и жжет какую-то бумагу, и все хорошо. Тишина, спокойствие, сверху жизнь, сверху пробки какие-то из машин, а внизу здесь просто совершенно другое все. У отеля Рэдисон есть, наверное, основное, главное преимущество. Это очень классный вид на крыше, то есть здесь такое панорамное кафе. Номера оставляют желать лучшего, но вид все компенсирует. Мы приехали в старый город Ницце. У нас осталось буквально два часа до отправления в аэропорт. Отдаленно старый город Ницце напоминает чем-то Марбелью. Здесь очень классно, погуляйте обязательно, если будете в Ницце, то есть мы увидели ее с другой стороны немножко. Сейчас уже 8 июня. Влог у нас, к сожалению, пишется очень редко, потому что очень сложно, и сейчас такое время, нужно подготовиться к отпуску. Отпуск у нас в июле, и перед июлем нужно, соответственно, заработать много денег, нужно сделать огромное количество дел, у нас много каких-то новых идей, проектов. Все их нужно сделать, чтобы отдыхать потом прям в кайф, ни о чем не думать, просто постики подписывать в Инстаграм и получать от этого удовольствие. Сегодня мне наконец-то, вот уже буквально полчаса назад, должны были привезти коптер. Я покупаю дрон для съемки наших влогов с воздуха, потому что до этого мы все снимали на коптер моего брата, а сейчас я наконец-то хочу купить свой. Коптер DJI Mavic Pro, максимальная версия комбо, где куча всяких ништяков, два дополнительных аккумулятора. Почему Mavic Pro? Потому что он небольшого формата, его можно всегда брать с собой, можно положить с собой в рюкзак, и так как я ненавижу какие-то большие вещи, это очень классно. Конечно, курьер в час пик доехал до нашего офиса, и сейчас самый приятный момент, который я ждал уже достаточно долго, анбоксинг. Мне привезли мой дрон, выглядит в сложном состоянии, он вот таким образом, то есть он просто вот совсем маленький, его можно перевозить в рюкзаке там где угодно. У него вот таким образом раскладываются лопасти, и дизайн похож на такой, знаете, как водомерка такая, по воде прыгает, то есть у меня почему-то такие вот ассоциации. В общем, вот эта маленькая фиговинка, на самом деле, достаточно мощная штука для съемок, для полетов. Реально удобная вещь, в отличие от Phantom. Вот такой гигантский рюкзак, в нем Phantom, вот такой здоровый пульт. Здесь вот сам Коптер, вот такой небольшой пульт управления, у него выдвигается вот такая вот фиговинность, не оставляется мобильный телефон, то есть все супер просто удобно, и такой прям эргономичный, я бы сказал. Я купил комплектацию Combo, в Combo комплектацию входит еще и сумка, это два дополнительных аккумулятора, что очень клево, то есть получается, что когда ты куда-то едешь, у тебя уже три с собой аккумулятора по умолчанию, плюс зарядка для автомобиля, плюс какой-то есть переходничок, где можно аккумулятор от Mavic использовать как зарядку для телефонов и для всего чего угодно, у чего есть USB. Единственное, что нужно для него докупить, во-первых, я хочу для него докупить защиту, чтобы она не бликовала, потому что вот этот прозрачный бокс, он, говорят, на солнце, прям дает очень дурацкие блики. Очень хочется куда-то выехать, пойти, но у нас, к сожалению, рядом с офисом находится белый дом, и я почему-то сейчас пока мне как-то стремно запускать его на крыше нашего офиса, поэтому я, наверное, дождусь все-таки выезда на природу, и там уже его протестирую. Я думаю, с нашей поездки в деревню будет огромное количество кадров на Mavic, и я пока буду терпеть, пока буду учиться, смотреть какие-то инструкции, хочется изучить все функции, потому что есть какие-то возможности, например, ехать в машине, он будет лететь сам и снимать тебя, есть возможность облета точки определенной, то есть когда ты идешь, а он за тобой следит и снимается вот из себя с каких-то определенных ракурсов, и самое главное, я сейчас попробовал DJI-овский шлем виртуальной реальности, в котором можно смотреть фильмы, играть в PlayStation, и самое главное, можно летать на коптерах, то есть если ты одеваешь этот шлем, там реально такая прям практически, ну не 3D-картинка, но ты видишь все как будто бы прям своими глазами, у тебя полное погружение, то есть, представляете, вы летите где-то там, либо между зданиями в городе, либо вы летите на какой-то просто нереальной там природе, и все это видите своими глазами, то есть ощущение полета, уже какие-то умельцы продают, но скоро уходит в продажу DJI Spark, очень хочу его протестировать, это маленький такой селфи-дрон, который садится на руку, реагирует на такие вот жесты, чтобы сфотографировать вас там с определенной высоты, то есть его можно запускать в помещение, потому что он прям совсем маленький, и классная штука, но он, конечно, не заменит какие-то большие такие дроны, для таких более профессиональных съемок, но как такая селфи-развлечение, для каких-то поездок туристических, я бы сказал, что этот дрон для всех такой массовый продукт, стоит он достаточно недорого, в районе 40 тысяч, если не ошибаюсь, и вот это действительно классная штука, которую, наверное, будет интересно приобрести буквально каждой семье.